Добрый утро, ребята! Приветствую вас на торговой сессии понедельника. Начинаем наш традиционный брифинг. Также хочу забежать вперед и коснуться темы, что сегодня в 16.30 состоится наш традиционный еженедельный вебинар, который посвящен основным фундаментальным событиям прошлой недели. Подробно все проанализируем, рассмотрим, обратим внимание на динамику рисковых инструментов, поведение американца. Плавно перейдем к основным событиям текущей пятидневки. В конце я представлю вам слайд, на котором будут основные ценовые ориентиры, также по основным валютным активам, которые мы используем в каждодневной спекулятивной деятельности. Теперь переходим к нашему традиционному сценарию брифинга. Давайте начнем с российской валюты и параллельно посмотрим за динамикой нефти. Рубль в целом, если уж не быть совсем точным, сейчас против американского конкурента, по-прежнему находится в районе 50, и в принципе этот уровень держится уже довольно-таки давно. Явно российская валюта демонстрирует характер. Опять же, если коснуться факторов поддерживающих сейчас курс рубля, то, наверное, стоит отметить традиционный налоговый период, окончание этого периода и основные налоги, на которые приходится львиной части обязательств российских экспортеров. Разумеется, если мы поднимаем вопросы о поддержке налогового периода, это соответствующий спрос на рублевую ликвидность. Сегодня будут исполнены долговые налоговые обязательства по НДПИ и НДС. И еще следующая череда важных налогов уже назначена на четверг. В конце недели, то есть пятницу, мы начнем уже с констатации факта того, что вот эта поддержка для рубля уже больше не действует, и мы переключаемся на другие уже национальные, фундаментальные обстоятельства, новостные поводы, которые в целом, если их соединить воедино, оказывают сейчас большее давление на российскую валюту, нежели их можно использовать как, скажем, факторы поддержки. Что касается, собственно, этих новостных обстоятельств. Вы знаете то, что Центральный банк сейчас активно проводит политику, направленную на сдерживание еще большего укрепления российской валюты. И на текущий момент задействуется целый ряд этих фундаментальных макроэкономических монетарных инструментов. Во-первых, это покупки Центрального банка, якобы для пополнения золотовалютных резервов на сумму в 200 миллионов долларов. Это максимальная планка объявленного диапазона. Я думаю, что в среду, в четверг и пятницу, как раз Центральный банк вышел на рынок с таким объемом интервенций. 200 миллионов, мы с вами говорили, что в целом, если проецировать это на неделю, не так уж и много. Но все-таки мы руководствуемся тем моментом и фактом, что эти покупки в любой момент могут быть увеличены. Другой инструмент воздействия на российскую валюту через Центральный банк это регулирование ставок и стоимости валютного репо. Пока давно уже Центральный банк к нему не прибегал к этому стимулу, но я думаю, что в ближайшее время, если рубль по-прежнему будет сопротивляться, мы услышим и еще одном решительном шаге со стороны Центрального банка. И плюс ко всему еще третий момент касательно действий российских монетарных властей. Я отмечал то, что еще на прошлой неделе с инициативой о покупке валюты выступило и Министерство финансов, которые также будут сейчас активно покупать валюту для финансирования будущих расходов. В целом понятно, что Центральный банк, говоря простым языком, держит руку на пульсе, следит за текущей ситуацией на валютном рынке. И если рубль, вопреки обстоятельств, сложившихся факторов, все равно будет теснить позиции своих основных конкурентов, доллара и евро, это воздействия, эти действия со стороны Центрального банка будут еще более определяющими и агрессивными. Хочу также обозначить еще в качестве негативного, и я думаю, что с этим никто не поспорит, фактора для российской валюты ситуацию на Украине. Вы знаете, что в субботу произошел инцидент, связанный с убийством командира батальона Луганской народной республики. Сейчас это событие уже ассырует с фактором серьезной эскалации конфликтности и напряженности. Понятное дело, что даже несмотря на Минскую дорожную карту, несмотря на те положения, которые закреплены в ней, и несмотря на то, что стороны якобы должны двигаться по пунктам реализации этой дорожной карты, мы сейчас имеем дело с фактором, напротив, указывающим на то, что там далеко еще все не разрешено. Это подвешенный вопрос, касающийся напряженности в целом ситуации, и это дополнительные геополитические риски, разумеется, снова станут причиной не совсем правильных в отношении российской экономики разговоров на геополитической арене, и в целом это еще один негативный фактор. Поэтому резюмируем, ребят. Единственное, что сейчас оказывает поддержку рублю, это, соответственно, налоговый период, но мы в конце этой недели, я уже как отметил, с этой темой распрощаемся и отложим ее уже до конца следующего месяца. Но еще цены на нефть. Хотя, если посмотрим на актуальные котировки, сейчас бренд у нас торгуется рядом с отметкой 65, примерно 65, а с небольшим. И хочу провести вам такое ценовое сравнение, чтобы вы прекрасно понимали. По оценкам экспертов, при ценах на нефть в 65 долларов за бренд, справедливая стоимость российской валюты находится в районе 54-55 рублей против доллара. Собственно, эта цель, этот рубеж выступает нашим ценовым ориентиром. Пока, опять же, учитывая общую фундаментальную картину, о которой я вам сейчас рассказал, продолжаем делать ставку на возможность возвращения рубля к этому рубежу. Идем дальше. Главный валютный риск, европейская валюта, действительно, вместе с другими рисковыми инструментами. Хотя, хотела обозначить статус главного героя рынка Форекса, евровалюте, но я думаю, что все-таки главным героем выступил доллар, поскольку именно его укрепление спровоцировало подобную динамику на позициях рисковых инструментов. Евро-доллар. Закрытие прошлой недели в районе 1.10. То есть, этот уровень мощной поддержки выставил. Правда, сегодня уже европейская валюта смогла загнать доллар пониже. Локальный минимум был 1.09, примерно 70. Может быть, даже... Ну, в общем, рядом с этой отметкой точно не буду говорить. В целом, понятно, что сейчас евро находится под серьезным прессом. Давайте теперь поговорим про фундаментальные факторы и ту статистику, которую сейчас анализируют трейдеры и закладывают ее как фундамент, основание для медвежьих трейдов по главному валютному риску. На прошлой неделе, точнее, в пятницу, мы с вами следили за статистикой по ИФО. Это бизнес-индикатор, бизнес-ожидание и вообще доверие бизнесменов к перспективам экономики и к возможности ведения бизнеса в, как планируется, комфортных условиях. Мы увидели то, что ИФО, в принципе, повторили динамику слабую отчетов прошлого понедельника, ЗЮ, ИФО оказались плохими. Потом данные по УВП Германии в месячном и в годовом эквиваленте показателей совпал с прогнозом. Но в целом, я хочу сказать, что это очень слабые показатели по темпам экономического расширения. Если, опять же, говорить про уже выводы, которые можно сделать на основании слабой статистики по бизнес-ожиданиям, на основании прошлой статистики по Германии и данных по УВП, можно констатировать, что, к сожалению, ведущая экономика валютного блока уже лишилась того мощного экономического восстановительного импульса, который оказывал ей поддержку в прошлые периоды. Но сейчас, к сожалению, нужно констатировать уже слабость. И если эта слабость характерна для ведущей экономики, я думаю, что такая же слабость характерна и для всего валютного блока. Что касается начала прошлой недели, вы прекрасно знаете, что евро оказался под давлением, как мы с вами уже говорили, по причине комментариев монетарных властей ЕЦБ, о том, что они в самое ближайшее время, опять же, на фоне актуальных проблем и очень низкой инфляции, по сути, граничащей с дефляцией, будут вынуждены в самое ближайшее время инициировать новый раунд программы количественного смягчения, увеличить выкуп активов и сделать эту программу более агрессивной. Ждем подобных решительных действий от ЕЦБ буквально, может быть, уже даже в июне. По крайней мере, реакция евро на выступление руководителей, голосующих членов Европейского центрального банка, действительно доказала тот факт, что евро сейчас находится в окружении очень мощных негативных факторов, каждый из которых в любой момент может сказать такую сыгратья шутку с главным валютным риском, спровоцировав такую затяжную коррекцию. Это, что касается первой половины недели. В пятницу еще более серьезным негативным фактором, и я думаю, уже в перспективе для евро, можно обозначить данные по инфляции в США. Вы знаете, что в пятницу была опубликована эта статистика, в частности, после данных по индексу потребительских цен состоялась еще конференция руководителя ФРС Джанет Йеллен. По факту инфляции, что мы увидели, ребят, по статистике? Выросло, снизилось? Выросло. Базовый показатель без учета энергоносителей и продовольственных товаров показал, что инфляция уже практически недалеко от того целевого показателя, ориентира, который был заложен американским мегарегулятором. Сколько это процентов? По инфляции. Это факт, правильно, 1,8. А цель это 2. Поскольку индекс потребительских цен вырос, произошло это такими максимальными уровнями впервые, по-моему, с января 2013 года, разумеется, эта статистика оказала такой позитивный эффект. Для доллара мы говорили, что американская валюта может дождаться таких, скажем, поддерживающих факторов и таких сюрпризных моментов для собственных перспектив. Именно это и произошло. Поскольку индекс потребительских цен подрос, значит, снова можно возвращаться к вопросам касательно более скорого ужесточения монетарной политики. А разумеется, говорить о том, что это произойдет в июне, маловероятно. Но хочу продолжить, скажем, продолжить эту, скажем, мысль еще и комментариями. Руководителя Федеральной резервной системы Джанет Йеллин она дала конференцию буквально через несколько часов после выхода данных по инфляции и еще раз обозначила наличие реального прогресса в плане восстановления американской экономики, коснулась прогресса на рынке труда, обозначила, что индекс потребительских цен сможет достигнуть целевого показателя. И что еще важно, ребята, это, опять же, важно для перспектив по повышению ставки. Джанет Йеллин сказала, что повышение ставки с большой долей вероятности стоит ожидать в этом году. Если посмотрим на консенсусы, есть, скажем, те трейдеры и инвесторы, которые уже плавно убирают сроки первого повышения даже на 2016 год. Джанет Йеллин подтвердила факт того, что повышение ставки стоит ожидать в этом году, а значит, каждое последующее заседание до окончания 2015 года будет очень интересным с точки зрения спекулятивного трейдинга. Еще, говоря про американскую валюту, хочу коснуться еще перспектив пары доллар-японской иены. Разумеется, в пятницу, как я уже отметил, доллар получил хорошую поддержку. Посмотрите по доллару иене локальный максимум. Какой был? 121, примерно 80. Чуть-чуть мы не добрались до нашей цели, 122, но я думаю, еще не вечер. По сути, трейдеры продолжат отыгрывать еще факт роста индекса потребительских цен, будут готовиться уже к следующей статистике и в надежде, что следующие макроэкономические данные смогут придать доллару еще больший восстановительный импульс. Что касается европейской валюты, тут понятно, евро сейчас находится под прессингом. Текущая пятидневка с точки зрения важных отчетов очень спокойная. В понедельник, вторник, среду и четверг важных лизов практически нет. Единственное, что стоит отметить, данные по ОВП, но это США, это конец уже недели, пятница. Пока я думаю, что ключевым новостным поводом для евровалюты будет выступать ситуация с Грецией, которая, как вы прекрасно знаете, этот вопрос не решен, поскольку у Греции по-прежнему прежние проблемы с ликвидностью. До сих пор нет договоренности с тройкой кредиторов и до сих пор вопрос, сможет ли вообще Греция исполнить свои долговые обязательства. Кстати, совокупный объем долга перед МВФ, который нужно погасить до середины июня. Какая сумма? 1,6 миллиарда евро. Это очень много. Вспомните, с каким трудом Греция исполнила долговое обязательство на сумму 770 миллионов евро, задействовала практически все свои экстренные запасники, все каналы потенциального получения ликвидности. И сейчас больше, скажем, возможностей саккумулировать откуда-нибудь ликвидность уже нет. И если вы внимательно следите за новостными событиями, за новостями, я думаю, что на выходных вы могли обратить внимание на факт публикации новостей со стороны Греции о том, что если, скажем, буквально в ближайшие две недели, а может быть даже полторы, Греция не сможет найти общий язык с МВФ, с Европейской комиссией и ЦБ, им придется, собственно, так же, как и мы говорили, объявить, что дефолт, и это уже поднимет вопрос выпадения из состава валютного блока. Это, ребят, серьезный негативный фактор, поэтому, в целом, если сейчас пытаться вернуться к идеям, которые присутствовали на рынке, ну, разумеется, уже, учитывая текущую динамику идеи, заблуждающиеся касательно длинных позиций по евро-доллару. Кроме технических факторов, сейчас ланге объяснить практически нечем. Фундамент указывает на то, что сейчас это потенциально один из самых опасных активов с точки зрения длинных позиций. И текущие уровни сейчас нужно, конечно же, рассматривать с точки зрения возможности занятий еще более глубоких шортов. Сейчас в уровне 1.10 мощная поддержка. Конечно же, можно принимать решение о занятии села с текущих уровней, но я предлагаю все-таки посмотреть, как будет развиваться ситуация в понедельник-вторник. Напомню, что сегодня у нас отдыхают Штаты, день поминовения. Также закрыты многие европейские банки. В общем, сегодня тонкий рынок. Ситуация непредсказуемая, думаю, что будет характеризоваться легкая консолидация. Но прежде чем вернуться к обозначению конкретных целевых ориентиров, давайте посмотрим на вот эту проторговку в течение ближайших нескольких дней. Единственное, что идея у нас сохраняется по доллару японской иене. Отмечу 122, там еще чуть-чуть. И снова хочу обратить ваше внимание еще на перспективы пары USDCAD. Откройте графики, посмотрите, на текущий момент пары торгуются выше уровня 1,2250, может быть, даже 1,2280. Но, во всяком случае, утром пара была на этой отметке. Что здесь важного? В пятницу, помимо данных по инфляции США, были опубликованы еще данные по инфляции Канады. И на самом деле, статистика довольно-таки слабая, поскольку годовой эквивалент показывает, что индекс потребительских цен находится на уровне 0,8%. Прошлый показатель 1,2%. Поэтому можно констатировать тот факт, что снижение цен на энергоресурсы как раз не является одним из определяющих и основных сырьевых активов, экспортных активов для Канады. Снижение индекса потребительских цен явно указывает на актуальность проблем, на серьезные экономические трудности, в том числе и с инвестиционным климатом. А поэтому, если возникают предпосылки для еще большего снижения инфляционного давления, значит, поднимаются вопросы, для чего, ребят, с точки зрения ставок. И еще одного снижения. На текущий момент 0,75%. Думаю, что если и дойдет дело до снижения ставки в Канаде, это произойдет даже не в ближайшие несколько месяцев. Но я думаю, что с учетом такой тенденции по индексу потребительских цен можно уже начинать готовиться к тому, что Банк Канады сможет еще раз снизить процентную ставку, может быть до уровня на целых 0,5%. И ближайшая цель, с учетом такого сценария и расклада по USDCAD, это весьма такой агрессивный инвестиционный подход, это уровень 1,25. До него 200 с небольшим пунктом, это на самое ближайшее время. Ясно? Доллар и иена, понятно. USDCAD тоже понятно. Евро, доллар, ясно. Какой актив еще представляет интерес? Фунт, в принципе, опять же, если посмотрим на пятничную торговую сессию, сила и укрепление доллара спровоцировала такую же коррекционную динамику, как по евро, так же, как и по фунту. Британская валюта у нас оказалась ниже уровня 1,55. И опять же, я считаю, что более оправданные ценовые ожидания для фунта, они находятся даже ниже, чем текущие актуальные котировки, поскольку самый важный отчет, который мы хотели увидеть и получить по Банку Англии, это касательно индекса потребительских цен. Мы его получили на прошлой неделе и констатировали факт того, что инфляция оказалась на самом низком уровне с 1960 года. Поэтому, еще раз повторяюсь, снижение индекса потребительских цен у нас убирает сроки повышения ставки на очень, скажем, размытую перспективу, на совсем неопределенное время. Для британца это потенциальный серьезный фактор негатива. И чем быстрее инвесторы осознают это, тем более, скажем, глубже просядет пара о фунт-доллар. Наши цели по-прежнему пониже. Давайте обозначим в районе 1,53, может быть, даже еще ниже. И, конечно же, все будет зависеть еще и от общего спроса инвесторов к рыночному настроению. Но пока по рискам негативные ожидания и, судя по динамике, такие же негативные тенденции. Ясно? Вопросы есть, ребят? Тогда большое спасибо за внимание. Ждем дополнительных вопросов на нашем официальном канале о маркетсе. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте вопросы и комментарии под видео окном. Всего доброго. До свидания.